Здравствуйте, дорогие друзья! Программа «Вопрос. Служители церкви» вновь с вами. Сегодня мы рассмотрим один из ваших вопросов. И поможет нам в этом гость нашей студии, служитель церкви Михаил Долгов. Очень радостно, Михаил, видеть вас вновь в нашей студии. И вновь благодарим за согласие поучаствовать в программе. Вы человек семейный, дети есть у вас? Есть. Вам вопрос будет, я думаю, более-менее легко на него ответить. Возможно. Вас воспитывали в христианской семье? Не совсем. То есть нельзя сказать, что вы с детства впитали христианские принципы? Может быть, не совсем в той полной мере, в которой они подразумеваются. То есть я объясню, о чём я говорю. Моя бабушка была всегда членом церкви. Она посещала церковь постоянно. И с ней в детстве я посещал также церковь. А когда я был маленьким, мама не посещала церковь, папа тоже. Папа и сейчас как бы не посещает церковь. Так что можно сказать о том, что я имел представление о церкви, я имел представление о Библии. Бабушка со мной вместе читала Священное Писание, детскую Библию. Она старалась как бы восполнить то, что, может быть, не додавали мне родители. Вот в плане религиозного воспитания, в плане привития каких-то правильных принципов. То есть теория это была. А вот практики со стороны родителей могло не хватать. Да, не хватало. Но у вас есть сложности теперь, как эту практику реализовать в отношении своих уже детей? Общее представление есть, наверное. Есть представление, потому что, когда человек вырастает, если становится взрослым, делает свой осознанный выбор в жизни, кем он всё-таки будет в жизни, он принимает выбор быть верующим человеком, быть христианином, он верит в Священное Писание, он формируется уже как христианин, и если он в этих принципах, христианских принципах, желает воспитывать своего ребёнка, то, я думаю, у него получится. И про себя я думаю тоже, что... Вот у меня сейчас ребёнку, сыну два года, третий год идёт, и я стараюсь воспитывать его в христианских принципах. Хотя вот сам оговорюсь, да, то, о чём я говорил, не совсем у меня было так. Но в данном случае... Может совсем не получаться тоже, да? Может не совсем получаться. Но в данном случае у моего сына есть преимущество. У него и папа, и мама в церкви, и стараются родители его именно вкладывать в него христианские принципы. У нашей зрительницы, видимо, молодая мама, есть, может быть, сложности какие-то, как воспитывать ребёнка в христианских ценностях, традициях. Сложность именно потому, что она их, может быть, не восприняла в детстве. Итак, вопрос. Многие из нас выросли в семьях других, не христианских, а следовательно, многие... Ну, например, я совершенно не представляю, как так воспитывать ребёнка, чтобы у него в голове всё правильно складывалось. То есть у меня в голове есть наработки, но они родительские. То, что из своего детства вынесли. Так, скажем, богословие, богопонимание там совершенно другое заложено. Опять же, понятно, что всё надо жизнью и любовью показывать. Но всё же есть какие-то вехи, наверное. Если есть, какие они? Ну, вопрос в том, я так понимаю, человека волнует, как воспитать своего сына или дочь, чтобы он был наставлен в Слове Божьем. Вот она задаёт вопрос правильно всё-таки, да? Или христианином вырос человек. Насколько я понял, в этом контексте задан вопрос. Да, если сама я, вот как мать, не была так воспитываема именно так. То есть какие-то методы воспитания меня, ну, например, меня могли пороть, как такой метод использовать, как основной, допустим, да? Не обязательно, что это здесь, да? А я считаю, что надо как-то иначе. Но я-то привык к этому методу. Как мне быть теперь по-другому? Но дело в том, что я хотел бы начать с того, что не всё то, что было, допустим, у человека в детстве, если это даже была не христианская семья, не всё то, что у него было в детстве, это плохо. Всё-таки все родители, будь то, следуют они священному писанию или не следуют, они желают детям своим добра. И совсем всё отвергать то, что было в детстве, будет тоже не совсем правильно. Есть некое добро, которое не стоит воспринимать как зло, скажем так. То есть если мои родители не ходили в церковь, не читали со мной вместе священное писание, это не значит, что я с детства вынес только зло от своих родителей. Там много было добра. Другой вопрос, что, может быть, родители не совсем заботились о том, чтобы человек стал христианином и во всём следовал Библии. Иногда нет заботы о том, чтобы вообще стал хорошим человеком. Но, как правило, всё-таки стараются, чтобы вырос хорошим человеком. Порядочным человеком. Я вообще придерживаюсь в жизни такого принципа. Всё то доброе, что мы имеем, оно от Бога. Всё добро, которое есть в этом мире, оно от Бога. И, можно сказать, Бог, даже, может быть, и не знающим его людям, родителям, всё-таки помогает вот эти хорошие качества вкладывать в ребёнка. Конечно. Но в данном случае человек взрослый, вырос в нехристианской семье, желает воспитать своего ребёнка правильно, и имеется в виду всё-таки какие-то основы священного писания воспитания детей. Но в первую очередь хотелось бы сказать, что человек сам прежде должен стать на верный путь. На правильный путь, как написано в вопросе. Вот именно стать на правильный путь, то есть открыть Слово Божие и посмотреть, чего ожидает Бог от человека. От человека, как от родителя. Прежде всего. И начать жить согласно этим принципам. То есть мы сегодня не будем читать много текстов в Священном Писании, их можно найти, масса текстов, которые говорят о том, что ожидает Бог от человека. И есть тексты, которые говорят, как такому человеку, который сам следует принципам, изложенным в Священном Писании, как ему воспитывать своих детей? И это есть. Вот она спрашивает хотя бы вехи какие-то, основы, наверное, есть. Ну, допустим, да. Можно открыть книгу о Второзаконии. Я хочу открыть, чтобы прочитать дословно, что книга говорит о воспитании детей. Книга Второзакония, 6 глава. Говоря о законе Божьем и о воспитании детей, Священное Писание говорит. Вот заповеди, постановления, законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так, в той земле, в которую вы идете, чтобы владеть ею. Но далее Господь говорит. «Дабы ты боялся Господа Бога твоего и все постановления и заповеди Его, которые я заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои». Важный момент. И сыны твои, и сыны сынов твоих. То есть соблюдай ты, закон Божий, твои дети и твои внуки. И еще один текст. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твое». И далее. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя на дорогу, и улажайся в стола». То есть из поколения в поколение следует передавать вот эти вехи воспитания. Но вот здесь может быть и проблема в том, что вот был советский период. Несколько поколений, родившиеся в советское время, атеисты. И вот только-только в 90-е, может, годы началось какое-то обращение, свобода посещать храм. И вот люди и столкнулись с тем, что я воспитан совершенно не так. Мне легко, если меня воспитывали так. Если бабушка, прабабушка, все такие. У меня, как называется, в крови. А здесь все понимают, но в крови у меня другое. А вы сталкивались с вами вот с таким, с такой вот, именно с этой проблемой? Да. Да, есть такое, сталкивался. Когда человек в зрелом возрасте становится христианином, и он был воспитан вне христианской семьи, и возникает иногда проблема в воспитании детей. Но прежде всего то, что мы сейчас прочитали, нужно когда-то начинать, во-первых. Нужно начинать становиться на тот путь, как мы называем его правильный, как он был в вопросе отражен. Даже если до меня было все неверно, пусть я буду первым поколением, который запустит цепочку добра. Да, совершенно верно. Пусть начинать никогда не поздно, говорится. То есть нужно начать прежде всего. И начать нужно с себя. Если ты желаешь, чтобы твои дети были воспитаны правильно, начни с себя, как Библия говорит. Чтобы исполнял ты закон Божий, и тогда будут дети твои соблюдать. И твои внуки тоже. Моё несовершенное воспитание не оправдывает меня и не освобождает от ответственности. Уж если я христианин... Ну, если я христианин, приусловно. Выращивай христиан. Конечно. Не то, чтобы не освобождает, оно накладывает ответственность за то, чтобы ты воспитал христиан. Ещё большую, да? Надо быть готовым к большему даже труду. Возможно, даже и так. Можно так поставить. Ведь себя-то ломать чаще придётся, если я сам не впитал с молоком матери эти принципы. Ну, тут, конечно, до трудности или вот эти пробелы в воспитании, они сказываться будут и в зрелом возрасте, и в воспитании своих детей. Они будут сказываться, безусловно. Но нужно трудиться. Это труд. Это, безусловно, труд. Работать над собой, работать со своими детьми – это, безусловно, труд. Но труд благословенный, который Богом благословляется, и таким людям воздастся. Именно воздастся в плане награды, что дети его будут воспитаны правильно в христианском направлении, скажем так. Ну, вот какие-то вехи мы прочитали, что научать. И что-то ещё, какие-то есть ещё, может быть, общие принципы придерживаться. Да, мне хотелось бы открыть книгу притчей, несколько слов буквально прочитать. То, что говорится о воспитании детей. Книга притчей, 22 глава. «Наставь юношу при начале пути его, и он не клонится от него, как дайс остарится». Вот один из принципов. То есть нужно начинать воспитывать своего ребёнка не тогда, когда ему 10 лет, 15 лет. Сегодня существует такое мнение, иногда сталкивался с таким мнением, что ребёнку не нужно говорить, что добро и что зло, пока он маленький, пока ему 2-3 года, не нужно в этом настроить ребёнка. Ему можно будет сказать, когда ему будет 10-15 лет, вот тогда нужно начинать воспитывать. А сейчас пусть делает, что хочет. Но существует опасность, что потом будет поздно. Библия говорит, что «наставить когда юношу?» При начале пути его. Вот человек начинает свою жизнь, он ещё маленький совсем, нужно начинать наставлять. Потому что ребёнок понимает. Я могу сказать вот по своему сыну. Он понимает, в каком месте и как себя вести уже. Ему 2 года. Но он понимает, как себя вести с папой и как себя вести можно с мамой. Он понимает, где он находится. Он дома или он в церкви. Он понимает, где там игрушки и так далее. То есть ребёнку 2 года, но он уже ориентируется. Может, не добро и зло, а правильно-неправильно, по мнению папы и мамы. Да. Он знает, что ему что-то не разрешают уже. И он понимает, что ему что-то запрещают. Может быть, он не понимает пока почему. Ну, простой пример. Ребёнок постоянно хотел пальчиком тронуть горячую кастрюлю. Мама ему говорила, не трожь. И однажды она просто не сказала. Говорит, ну, в принципе, страшного ничего не случится, пусть тронут. Ребёнок тронул. Никогда больше после этого он не подходит к горячую кастрюлю. Не трогает. То есть у ребёнка складывается представление вообще о том, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Более того, священное писание, опять же, книга притчи, говорит, что не жалея розги для сына своего. Даже здесь священное писание говорит, что допускается в воспитании детей розга. Но тут родители должны осознавать, что это не даёт право родителям налево и направо махать ремнём перед ребёнком и каждый раз его пугать. Вот я тебе сейчас, как на лобове говорят, ремня всыплю. Это тоже не метод. То есть Библия допускает в крайних случаях, чтобы ребёнку было понятно, если ребёнок на слова не реагирует, дабы ребёнку было понятно, можно прибегнуть, скажем так, к физическому наказанию. Но после нужно ребёнку объяснить, почему это произошло и что он сделал неправильно, чтобы это было не во гневе, но было с любовью. Знаказывать с любовью, не с гневом, потому что гнев человеческий, он добра не приносит. Поэтому здесь важно вот этот момент понимать, конечно же. Вот вы сейчас упоминали, что ребёнок в два года всё понимает, так хорошо, так плохо. И он не задумывается, какие-то это высокие христианские категории или это что-то, ну, простые такие бытовые вещи. Вот к чему я хочу уточнить. А есть разница, вот воспитываем мы ребёнка христианина или не христианина, воспитать христианина что, сложнее или всё это выливается вот в такие же вещи. Просто мы их говорим более правильные с точки зрения Библии, допустим. Потому что многие кажутся, что это непосильная вообще задача воспитать в ребёнке правильное понимание добро-зло, истинно-заблуждение. Но если я сам это впитал, будет ли для меня это сложнее передавать свой внутренний мир, своё понимание, правильное уже тебе, чем любому другому человеку? Такая ли это непосильная задача? Это не является непосильной задачей. Если бы это было непосильной задачей, то Бог на человека такую ответственность не возлагал бы. Но Бог вообще сверх сил человеку не даёт в жизни. И более того, Священное Писание поощряет воспитывать детей именно христианами. Именно так, чтобы человек, возрастая, становясь взрослым, узнал, что такое Священное Писание, узнал, кто такой Иисус Христос, для чего он приходил в этот мир. И это не является чем-то крайне сложным и неприемлемым, и невозможным. Но, наверное, будет крайне сложным воспитывать ребёнка христианином, не будучи христианином самому. Безусловно. Это уже, видимо, и невозможно. Это невозможно. Потому что дети, они смотрят на родителей. Если родитель, элементарный пример, отец, говорит своему сыну, сынок, курить нехорошо, это зло, это вредит твоему здоровью. При этом ребёнок каждый день видит, как папа курит. Родитель учит своего ребёнка, сынок или дочка, врать нехорошо. При этом, когда ему звонят на домашний телефон, он говорит, возьми трубку и скажи, что меня нет дома. Казалось бы, мелочь. Но ребёнок впитывает это в себя. И он понимает, что, ага, значит, по мелочам брать где-то уже можно. Значит, курить не так плохо. И поэтому, если мы пытаемся воспитать, не просто проявить ребёнку, что плохо, что хорошо, а воспитать ребёнка христианином, человек, который будет знать, что такое закон Божий, кто такой Иисус, вообще своё, чтобы он знал своё предназначение в этом мире, то нужно жизнью показывать, но не только на словах. А у нас как раз здесь есть, опять же, понятно, что всё надо жизнью и любовью показывать. Она, в принципе, это тоже понимает. Как есть принцип, что зачем вы воспитываете ребёнка? Воспитайте себя, а он всё равно будет как вы. То есть, получается, не стоит, может быть, и переживать. Вот здесь, возможно, идёт ещё переживание «не представляю как». То есть, методика. Не совсем понятна методика, да? Но лучшей методики, чем передача собственного христианского характера, видимо, и нет. Смотрите, обращаюсь к Библии. Книга притчи. Написано, «Праведник ходит в своей непорочности». И далее продолжается текст. «Блажены дети его после него». Блажены, то есть, счастливы дети праведника. То есть, почему они праведны? Вот эта праведность, которая есть у человека, она передаётся его детям. Он воспитывает их в этой праведности. Поэтому, безусловно, прежде всего мы передаём вот эти вот основные принципы, христианские принципы своей жизнью. Не просто, «Ты, сынок, садись, читай Библию, а я пошёл там заниматься нехристианскими делами». Ну, я так в общем обобщил, сказал, да? «Я пойду покурю, а ты Библию почитай». Понимаете? Ну, и где здесь христианство? Простите меня. Поэтому человек-праведник это не только совершенный во всём, но праведник, который старается жить по Слову Божьему и так воспитывать детей. И написано, что была жена, дети его после него. То есть священная... Но здесь мы можем сказать так, я от себя могу добавить, что есть масса христианской литературы, которая помогает на воспитании детей, которая обращает наше внимание на то, как Библия советует воспитывать детей. На что особенно обращать внимание в воспитании ребёнка-христианина. Мы прививаем не только, что такое плохо и хорошо, что такое добро и зло, но мы прививаем ребёнку с детства основные христианские ценности. И это очень важно. И их он потом, оно будет в них наставлен, и потом, когда вырастет. Получается, если сам я являю пример христианина для ребёнка, то моё воспитание уже с большой долей вероятности будет правильным. И во всяком случае я могу не мучиться потом в совести, что я что-то сделал неверно. Тоже не стоит, видимо, убиваться. Убиваться не стоит только потому, что всё-таки, когда человек вырастает, ваш сын или дочь, окончательный выбор остаётся за ним. Каким путём он пойдёт? Но при этом вы не будете укорять себя за то, что вы не сделали всё для того, чтобы ребёнок вырос христианином. Но выбор остаётся за ним. Спасибо большое. И вам, друзья, спасибо за ваше внимание и за ваши вопросы. С вами была программа «Вопросы слушателей церкви». До новых встреч! Редактор субтитров А.Сёмкин Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин